А в Татарстанской митрополии накануне почтили память святителя Германа, архиепископа Казанского. По случаю торжества в Богородице-Успенском Свияжском монастыре Божественную Литургию возглавил митрополит Казанский Татарстанский Анастасий. Слово нашим коллегам из информационно-издательского отдела митрополии. Святой Герман известен в истории как первый настоятель Свияжского-Успенского мужского монастыря, одного из центров духовной жизни Казанского края. В 1564 году, после смерти первого казанского архиерея святителя Гурия, архимандрит Герман был посвящен воепископа Казанского. В непродолжительное время его управления кафедрой отмечено заботой о построении храмов и монастырей. Так, например, им была основана Иоанна Притеченская обитель Казани. По случаю памяти святителя, управляющий Татарстанской митрополией митрополит Казанский Татарстанский Анастасий возглавил всеночное бдение в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского при Казанской духовной семинарии. Утром, в день памяти святого, его высокопресвященство посетило обитель святителя – Успенский Свияжский монастырь, где в сослужении настоятелей и братьев совершил божественную литургию. Завершая богослужение, владыка обратился к молящимся со словами поучения и пожелал, чтобы молитвами святителя Германа обитель жила и развивалась. Вместе мы просим представительства святителя Германа о том, чтобы он вдохнул дух жизни, благодати Святого Духа в стены наших храмов, которые пока еще сейчас внешне благоустроены, но внутри еще требуется огромный-огромный физический, но самое главное – молитвенный труд для того, чтобы храмы наши зажили благодатью Святого Духа, как в древние времена, времена святителя и чудотворца нашего Германа. И мне поэтому хотелось бы пожелать немногочисленные братья этой святой обители духовных сил, для того, чтобы они в первую очередь молили Господа, чтобы тот дух, который присутствовал в этой святой обители во времена святителя Германа, опять вернулся в стены этой обители. И не только здесь был музей-заповедник, но самое главное – здесь был бы центр духовной жизни, где люди получали духовные силы для несения своего жизненного Христа. По окончании богослужения Владыка ознакомился с ходом реставрационных работ и жизнью монастыря. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!